Музыка Здравствуйте дорогие друзья, это Сергей, вы на канале Old School Gamer И пришло время распаковать какую-нибудь серьезную коллекционочку А именно из серии Ultimate Collector's Edition Но я бы назвал сегодняшнее видео Ultimate Collector's Edition Lite И это игра Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Как видите всего 6000 было на мир таких выпущено И у меня номер 533 Но тут стоит добавить, что было аж 3 различных коллекционки И для полноценного Ultimate хотелось бы все собрать Но, во-первых, игра не из тех, что меня очень сильно интересует С другой стороны коллекционки какие-то тоже там галиненькие Но вот эту я выбрал как самую крутую, на мой взгляд А вторая была, наверняка видели, там такой череп красивый мексиканский Вот череп я бы хотел Но вместе с черепом в комплекте идут наушники, как у спецназовца И мне они не нравятся внешне И наушники мне нафиг не нужны У меня целая куча этих наушников дома То есть платить за это бешеные бабки Да ну нафиг И еще одна коллекционка была эксклюзивна Для ненавистного так мной магазина Американского GameStop Где невозможно ничего заказать И только если брать на ebay втридорога Там была фигурка срущего в кустаха спецназовца Сидя на картонах, такой в позе орла Какой-то абхазец Тоже абсолютно убого Как-то она не выглядела, мне не понравилось А вот это издание в самый раз Американская коллекционка И вот вроде она коллекционка Но тут коллекционный по сути только стилбук Дело в том, что туда входит фигурка Которая и в России продавалась отдельно Фигурка смерти Наверняка видели в продаже В России можно было купить Да и сейчас можно Они до сих пор есть в наличии А тут все это упаковали Как типа Единое издание Ну и чтобы хоть какой-то у нас был Альтимейт Ко всему прочему Еще вот стилбук у меня есть Который я отдельно прикупил В Соединенном Королевстве По-моему Пустой стилбук Открываем И наверху прям Сразу у нас Че лежит? Лежит игра Игра Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands В издании Gold Edition То есть сюда входит И делюкс версия игры И Season Pass Ну соответственно Три варианта Последнее время у всех игр Ubisoft Обычное издание просто игра Немного дороже Делюкс пак с какими-нибудь DLC И Gold Edition Делюкс плюс Season Pass Ну На PlayStation 4 Американка Соответственно Эти все коды Нужно активировать На американский аккаунт Но если приставка у вас Активированная То можно переключиться Потом на русский аккаунт И играть На русском аккаунте Входит сюда Какая-то еще бонусная миссия Перувианский Перувианский Перувиан коннекшн Связь с Перу Так можно перевести Наверное Ну и сзади Вот описано Что входит в Season Pass И в Делюкс Там какие-то мотоциклы Костюмы Какие-то наборы Оружия Какие-то DLC Там миссии Игра соответственно На одного игрока Но можно играть В четвером Онлайне 45 дигов Весит DualShock 4 Remote Play И улучшена Под PlayStation Pro Но я в это играть не буду Я дескать Наверное выставлю На продажу Тысяча за 3,5 Я думаю Вполне можно его Компенсировать Цену коллекционки Потому что я за 2600 По скидкам Е3 Купил Вот этот Ghost Recon В Юплее Далее Смотрите Оп Красота Рамка Прикол Так Пока дальше Не пошли Второй Steelbook Покажу Этот Steelbook Давали Второй Запрет Заказ игры В Германии В Англии Ну то есть Грубо говоря Покупаешь Обычную версию Игру За 60 Евро И Бесплатно К ней Steelbook Приложен Но Естественно Торгашины Ебэи Да и Кстати Магазины Типа Амазона Английского Этот Steelbook Еще Бесплатно Дешево Пустой Там буквально За 8 Что ли Фунтов Выкладывали Без игры Там я его И взял Соответственно Вот так Summer Solders Were Ghost Некоторые Солдаты Мы призраки Другой Steelbook Внутри Кстати Вот он Более красиво Выглядит Тут Пейзажи Балини Собственно Вот Два Таких Стилбука Набор И Насколько Я понимаю Всего Два Стилбука И Было У Ghost Recon Не Видел Каких То Других Еще Одна Рамка И Далее Смотрите Красивая Красная Коробка С Уголками Ну Что Оп Извлекли Ох ты Какая Красотка Fallen Angel Коробка Убираем И Вот Такая У нас Упаковка Пишите В комментариях Если Кто-то Покупал В России Фигурку Смерти В такой Красивой Коробке Я нашла Или Нет Просто Как Понял Вся Суть Этой Коллекционки У нас В почтовой Коробке Сама Фигурка Смерти И Стилбук С игрой Сверху Просто Лежали На Такой Вот Набор Даже Не Коллекционка По сути А Бандл Смотрите Такой Череп Красивый Тут Сзади Вот Эти Наши Гоусты И Тут Какое-то Жерелье С черепами Медальон Плато И Пломпту Юбисофт Воркшоп Сами Юбисофт Делали Юбисофт Сейчас Славится Много Различных Фигурок Но У Ассасина Анонсировали На Е3 Ориджинс У него Будет Аж Три Различных Коллекционки Плюс Еще Фигурка Его Отдельно Можно Четыре Разных Фигурки Ассасина Собрать При Желании Вот Что Они Творят С Каждым Годом Все Больше И Больше Так Тут У нас Наверху Бумажка Как эту Смерть Походу Собрать И Давайте Извлекать Ух ты Нифига Себе Она Неплохо Неплохо Коробка Внутри Кстати Прикольно Так Украшена Тоже Смотрите Красиво Как Такую Коробку Выкидывает Жалко И Собственно Вот Она Смерть Так Как Ее Теперь Открыть Чтобы Ничего Не Повредить Она Где-то Значит Проклеена Похоже Да Да Вот На Четырех Полосках Скотча Так Так Вот так Наоборот Ее Да 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 Нет Нет Что Такое Давай Давай Оп Крышка Снулась Ух Ты Такая Монашка Класс Класс Здорово Я думал Она поменьше Будет Мне нравится Так И тут у нас Коса И Какие-то Черепки Это не Черепки Это какое-то Жерелье Такое Шариками Так Сейчас Косу Достану Косу Достать Не просто Потому что Она Примотана Проволочками Вообще Это сказал Гострекон Сам Не очень Меня Вот этот Новый Впечатлил Он Чем-то Похож Честно Говоря На мой Любимый Пятый Метал Гир В плане Открытого Мира Тут Стрельбу Как бы Из-под Кишка Снайперства Стелс В этом Плане Прикольно Ну С другой Стороны Закос Под Кооператив Это Я Не Очень Люблю Не Та Игра В Которую Я С Друзьями Хотел Играть У Меня Друзья Вообще В Это Играть Не Будут Никогда С Другой С Страны Это Типичный Юбисол Самый Большой Открытый Мир Тысяча Всего То Вложи 200 Часов Чтобы Пройти Одно Доест Быстрее Тоже Недостаток На мой Не то что даже Пейзажи А вот сама Как сказать Вот косу я достал Кстати Положим отдельно Пока Сама вот эта Экзотика Вот это все Вуду Скелеты Черепа Все это Раскрашенное Мечтаю Вот уже Тысячу лет Съездить В Мексику На День Мертвых Когда там Они все Вуду Наряжаются Мне кажется Так круто Посмотреть Это вживую Очень нравится Вот эта Стилистика Необычно Так И это тоже Я извлек Да У нас тут Вот такое Типа Ожерельца Так Ну что Давайте возьмем Инструкцию И посмотрим Шаг 1 Повесить Ожерелье На шею Нет Шаг 1 Косу Вставить В руку Так Так Снять капюшон Так Взять Ожерелье Ну как тут Запутано Это все Вешаем Ожерелье Вот так На шею Первый шаг Второй шаг Второй шаг Ну как это сделать Второй шаг Берем Ожерелье Ожеренье Вот так его Прокручиваем Вокруг себя И снова На шею Накидываем Правильно Вот Да Вот так Теперь можно Надеть назад Капюшон Надевайся Надевайся Вот Так Нижний конец Ожерелья Мы соответственно Берем И в руку Вставляем Вот сюда Да Вот так Да Но это только Шаг 3 А что в шаге 4 А в шаге В шаге 4 Нужно еще Сделать Двойной оборот У этого Ожереля Получается Как это сделать Ага Мы его Поднимаем Еще выше Ничего не получается Ладно Пусть вот так Висит И так Мне кажется Красиво Не Мне нравится Вот такая Фигурка Смерти Классненькая В России Тоже Она продается Как отдельно А у нас Комплект В принципе Вот и весь Ultimate Collector's Edition У нас еще Вот такой Стилбук Вот такой Стилбук И Вот такой Ну и соответственно Диск с игрой На PlayStation 4 Открывать его не буду Потому что Как я сказал Играть буду на компьютере А диск продам И компенсирую Часть цены Этого издания По-моему Очень красивая Игра Конечно Средненькая Но Большая Должна быть Красивая Я думаю Установлю Поиграю Не знаю Нахрена я купил Gold Edition С Сезон Пассом Я сколько этих Сезон Пассов Убрал У Ubisoft Ни в одном Ассасине Ни в Дивижине Ни в Rainbow Six Никогда В итоге у меня Игра не доживала Интерес мой К игре Чтобы еще и В DLC поиграть Ну ладно Есть и есть Все таки Распродажи E3 Игра вышла В феврале По-моему Да Или в марте Вышла игра И уже Скидка 33% Неплохо Неплохо Ну и Никаких Артбуков В этот раз Нету Чтобы видео Два раза удлинить Полистать нам Нечего Как я говорил Две другие Коллекционки Еще были Одна просто Отличалась фигуркой Срущего Спецназовца Совершенно Убогая А вторая С крутым Черепом Вот череп бы я купил Если бы его просто Вот один этот череп Продавали Разукрашенный Такой как Хохлома Черный Но без этих Сраных наушников Спецназовца Потому что Они мне абсолютно Не понравились Внешне И не нужны мне Лишние наушники Это я уже говорил А достоинства Вот этого издания Фигурка смерти Которую И так можно было Купить отдельно И вот этот Красивый стилбук Который является Эксклюзивом Конкретно Вот этого Американского издания Прикольный Разукрашенный Такой Красиво Реально сделанный Стилбук Второй стилбук Более простенький Непримечательный Ну и дешевенький Тоже в комплект По моему Знаете Даже Хорошее издание Получилось Хороший Ultimate Collector Судишн Мне очень нравится Приятно Красиво Не очень дорого Амазон Поскольку Это 20% Скидка была Еще на это издание В районе 100 баксов Оно вышло В месяц с игрой Игру продал Считайте За пол цены Взял Неплохо На этом Наверное все С вами был Сергей Ставьте лайки Если понравилось Пишите в комментариях Играли ли вы В Ghost Recon Wildlands Как вам Игра сама по себе Стоит ли пытаться Начинать Не забывайте Что у канала Есть группа Вконтакте Old School Gamer У канала Есть инстаграм OSG666 Ссылки на все это Будут в описании К этому И к любому Другому ролику Сейчас я это все Сфоткаю красиво И в инстаграм Тоже выложу Так что Подписывайтесь Ставьте лайки И не забывайте Подписаться Собственно на канал Где вы смотрите Это видео Уже 28 тысяч Почти подписчиков Хочется до конца лета До 30 тысяч Догнать Давайте постараемся Приглашайте друзей Делитесь видео Если у вас есть Какие-то свои Паблики Вконтакте Выкладывайте мои ролики Пусть другие Посмотрят Все-таки Приятно Красиво Интересно С вами был Сергей До скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok